провести в компании подружек отдохнуть развеется но у меня сегодня не удался день привет приветики день у меня сегодня не задался не знаю с самого утра что-то вот ни туда ни сюда не там я сожгла волосы как будто бы жизнь со мной разговаривает дает микита знаки но я не понимаю знаете когда живешь и вот все идет типа не по плану резко твой план нарушится в момент просто в секунду как будто бы это знаки какие-то я не понимаю приветики приветики стас значит я такая немного в расстроенных чувствах сейчас немного поздорила с настей я вообще такой человек который вот не может скрыть там гамму каких-то негативных чувств я всегда стараюсь как-то быть в этом добрее я больше про и нас созидать не разрушать но сегодня просто какой-то ад я хочу поговорить с вами всем привет я очень очень рассеянная и такой человек потерянный немного в моменте жизни я не помню куда и когда кладу вещи и из-за этого очень много нервничаю и переживаю и это день на смарку проживают кто такой же скажите мне пожалуйста как вы живете с этим всем привет привет задайте вопрос кинуть или не раз десять плакала значит подписчики пишут что у меня возможно синдром дефицита внимания как его ищите соня привет где ваши вопросики катюх ты квартиру снимаешь снимаешь квартиру да я указываю в историях привет данила я сегодня сгорела в солярии у меня кожа красная как рак сожгла волосы не встретилась подружками поругалась подружками нужно увидеться конечно ты когда на бали когда я на бали мне кажется я в итоге не полечу на бали я вообще в этом году планы я очень сильно хочу штаты я хочу штаты это моя мечта и хочу нью-йорк вот там хорошего сергей в прямом эфире тебя хвалит какая честь у всех бывают трудно времена все будет хорошо да вы правы вы знаете какую закономерность я заметила короче как только у меня начинает налаживаться жизнь типа вроде бы идет все хорошо и круто я начинаю об этом делиться с людьми и говорить об этом вслух и радоваться все вот в эту же секунду идет по одному месту в эту же секунду мимолетно как будто бы я только успела подумать и порадоваться мне это отбирают я не верю в приметы мне кажется это полный бред но судя по тому вот по моим коротким таким наблюдением я молчу 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 все хорошо хорошо только я где-то порадоваться душе только типа я не знаю могла честь поделиться с кем-то разделить свое счастье это в секунду просто понимаете кого было такое нет я не торчу потом еще что я уже сказала про дефицит так подождите синдром дефицита внимания значит помимо того что я заметила что нельзя с людьми ничем делиться и вообще радоваться что типа это в эту секунду все вселенная заберет про синдром дефицита внимания мне кажется вы сейчас будете угорать спасибо блин я сегодня в солярии сгорела короче мне кажется скажите пожалуйста здесь есть медики ответите на вопрос пожалуйста на один в 20 типа бывает ли деменция в раннем возрасте такое вообще возможно всем привет хотелось бы для меня вернуться на дом 2 не хотелось бы деменция в молодом возрасте да отвечаю только ты успеваешь порадоваться какому-то успеху его как будто забираю но не про что-то масштабное прям говорю но в целом шо там безус лёша безус я кстати пообщалась имела честь пообщаться с алексеем кому интересно вот но как это сказать мне кажется что я попробовала сделать шаг к примирению попробовать возобновить старые какие-то дружеские отношения именно дружеские вот и пробовать отпустить все обиды мне кажется что я отпустила обиду вот но как будто бы дружить больше мы не можем сколько ты снимаешь квартиру сто десять тысяч короче вот такие вот дела мне сейчас поняла что в жизни не хватает каких-то положительных эмоций каких-то приятных созидания добра тепла какого-то слушайте у меня почти вернулся мой цвет я такая красная я сгорела в солярии расскажи о питании питание у меня несбалансированное друзья мы питаюсь как хочу я попробовала практику голодания в три дня ты ничего не ешь только пьешь воду три дня я продержалась и не в отношениях и знаете что я заметила такую деталь я не хочу строить отношения я закрыта очень сильно закрыта и как будто бы из-за того что я знаю что я не умею выбирать мужчин и строить отношения очень сложно мне проще либо дружить мужчинами до либо проводить классное время вместе но я не знаю как объяснить вам спасибо короче настроение ужасное какое-то что вы здесь когда вам грустно не 20 не 6 февраля будет 21 все будет гуд за 10 пить вину прямом эфире не заблокирует короче на дом приедешь скучно не будет тая водолей я не планирую больше возвращаться на серпроект какое я пью вино полусухое катюшка так развелась ты стала четко это молодец ударов потерпела работаю ли я работаю до ударов потерпела я во сколько лет я первый раз попробовала какой мне кажется лет в 16-15 я мне кажется раньше раньше с мужем общаюсь ли я ну бывает редко мы там по эфирам с ними переписывались одно не скучно жить я время живу с настей ну настя мама ругалась как я худею я немного похудела совсем спортом нет я не занимаюсь спортом питание я могу сбрасывать вес когда питаюсь более-менее нормально жалею ли я то что сделать и потому что за рту нужно нет это был колоссальный опыт я так устала получить опыт жизни какие-то уроки от жизни мне просто хочется чтобы все было нормально выраживать бабушкой я хочу взять над ним опеку оформить и просто нужен будет брак привет артур мне нужен будет брак и я наверное забрала бы брата под опеку была бы хорошим опекуном как считаете ты знакома с игорем григорьевым я лично с ними знакома мы с ним когда-то переписывались он мне позвонил предлагал продукцию там свое короче как-то не связался на сообщение я имела удар про хорошего потом без и главный удар это лучший муж это имел ввиду я вообще не хочу говорить про мужчин из прошлого ты очень добрый красивый все хорошо тебе спасибо большое спасибо давайте задавайте что-нибудь интересное пока готова рассказать а чему занимаюсь какой продукции вы про что какой продукции кто-то занимается хотела бы я детей на самом деле да вот я понимаю что вот моя мечта это семья но на данный момент времени я вообще не могу себе представить чтобы я была мамой и потому что мне кажется что я очень незрелая я не могу знаете как это сказать до конца обеспечить себя морально физически материально короче чтобы я была какой-то равноценной не знаю как вот внутреннюю пору найти внутри себя чтобы я могла бы заводить детей потому что мне кажется что многие люди на самом деле даже себе представить могут насколько это большая ответственность как бы это приторно не прозвучало я просто ребенок который если в неблагополучной семье и я знаю какие могут быть травмы у деток которые воспитались в семьях неблагополучных поэтому мне бы хотелось чтобы дети рождались любви в гармонии и я честно сказать если единственное о чем я жалею как бы ничего в моей жизни не случилось у меня нету не было не до как называется беременность которая не незапланирована в общем я не ранее была беременна да ну и я думаю сейчас и слава богу потому что все эти отношения в мои прошлые там они были несерьезные и я себя осуждаю за свое инфантильное поведение операции да как сказать на самом деле как будто бы мало что поменялось поэтому соу соу у тебя нет проблем с грудью нет не было вроде мои девочки мои сладенькие любимые там и вам не стало мы мои тетюлечки с ними все хорошо я хочу разбавить обстановку а то мне это грустненько меня нет мужчина нету парня нету ухажера ну вот все тулось не хотела бы попробовать нет нравится ли тебе игорь григорьев по поводу членджа значит челлендж как таковой начнется мне кажется с числа 17 февраля потому что обучение в академии 17 февраля просто не нужно прописать структуру чтобы вам объяснить в чем смысл этого челленджа многие люди на меня напали с историями про то что где-то подопытный что короче нельзя ли начать отношения с мужчиной у которого пока что ничего нет это вообще мне неправильно поняли я была в отношениях с мужчинами с самым разным достатком мужчинами делали в этом а если меня спросили попробую объяснить я мечтаю о счастливых и гармоничных отношениях здоровых отношениях как правило да не у меня в одной и все мы девчонки ошибаемся мы встречаем реально манипуляторов нарциссов каких-нибудь и вообще хочу понять эту природу паттерна как это называется для того чтобы исцелиться морально на самом деле и вот сейчас у меня такое состояние что я вообще никого не хочу нигде никак ничего ни с кем отношения вот просто там как бы короче сейчас очень много акцентов ставлю на себе чувствую что я то есть типа как-то сказать только стою на ноги только себе чувствую хорошо и впускать какого-то человека я не чувствую что мне это нужно несчастный взгляд я сегодня очень сильно изнасиловала себя морально прям настроение ужасное прям отвратительное значит что я говорила я мечтаю о том чтобы у меня были здоровые гармоничные отношения смысл в чем нужно научиться разделять тип личности мужчин понимать какие-то красные флаги в поведении в его словах в поступках конечно это все очень индивидуально и нет какого-то секрета там эликсира ли как это назвать ну короче справочника на всех мужчин это не распространяется вот но иметь представление все равно хотелось бы чтобы в дальнейшем не совершать ошибок пока меня это не сильно беспокоит и волнует мне здесь три-четыре месяца я вкладываю такой такой нормальный временной диапазон опять же смысл не в том что я выйду замуж смысл в том чтобы познакомиться и расположить и научиться быть избирательной что я буду делать с этим предложением это уже другой вопрос понимаете это маленькая помыла тут ужасно давайте задавайте вопросы когда у меня свои губы ты бы вернулась на дом 2 я бы честно сказать без лести без всего там ну как-то сказать без поддов в гости бы заехала бы да в гости бы хотела бы не бывает такое для меня дом 2 это как дом может быть такой родительский дом очень специфический но это делом восприятия привет привет какие резинцы я делаю всегда по-разному это лисий эффект от семи до четырнадцати дешками 3d объем я с серёжей не общаюсь нет вот интересно мне только 20 лет 21 будет у меня уже жизнь так не знаю как это сказать столько эмоций я испытала поворотов других событий короче вот так вот все вот так джух 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 как будто бы уже все на пенсию пора почему я заблокировала склон я честно так скажу почему вообще людей блокирую либо меня начинает раздражать что люди смотрят за мной либо начинает раздражать что они могут что-то грубое писать и типа для меня это удалить человека типа все до свидания либо да я много кстати кого заблокировала даже кричит на маму у меня прям вот так вот я не могу просто до свидания нет у меня нету мужчины я не строю ни с кем отношения смотрите вот я прочитала по поводу требований к мужчинам я считаю что я ну не зря девушка но в то же время как партнер в отношениях я всегда окажу поддержку я пойду на вступки я человек который ну не независим на самом деле поэтому вот сколько у меня был опыт в отношениях я не то что типа в чужом глазу соринку замечаю в своем бревна не вижу да я вспыльчиваю да я эмоциональная но все что я там делала как женщина в отношениях вот мой язык любви я считаю что этого достаточно для того чтобы привет аня для того чтобы хотеть построить счастливые гармоничные отношения здоровые я не сказала что мне нужен миллионер или миллиардер кто как услышал что тебя в сереже огорчила больше всего я вообще в нем мало чего огорчало последний раз что он порвал мои вещи это садизм реальный если вы хотите быть моим другом или парнем не делать так никогда нельзя рвать мои вещи портить мое имущество по крайней мере если я на них заработала самостоятельно а второе что он сделал очень некрасивые вещи как я считаю я не видела этих эфиров но наслышана что он распускал про меня грязные слухи некрасивые как сказать может быть даже где-то делился чем-то лично я просто считаю что люди расстаются и расстаются красиво у меня такое правило по жизни и вот и не нужно пытаться выносить что-то личное вот это вот это косяк вот это для меня косяк все остальное херня есть ли собственное жилье вы имеете ввиду что у меня есть собственное жилье в москве жилплощадь я снимаю но у меня есть сколько это называется блин собственность есть собственность но там долевая собственность а я живу на съемной губы 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 меня крестили но я не верю в бога мне спрашивают уже несколько раз где ты делаешь брови я делаю всегда у разных мастеров с Сашей черной не общаюсь всегда делаю у разных мастеров брови поэтому могу подсказать в которых мне нравится сейчас у меня только ничего нету полусухая красная привет яблочко давай что-нибудь повеселее с кем сейчас думаю два с Настей Петровской как отношусь к Кристине и Ваню к Кристине кстати хорошо отношусь на самом деле мне кажется она очень добрая в последний приход у нас вообще с ней по-другому складывались взаимоотношения кажется что в ней очень много любви тепла добра которые она хочет дарить мне кажется ей уже пора становиться мамой а по поводу Вани я не знаю блин она его любит они сходятся это вообще их дело это меня никак не касается какое мне не сложилось я бы Лине у меня простите пожалуйста я живу есть вот момент честно буду говорить Лина мне кажется очень добрым человеком она для своих близких родных вот последние с себя снимет а за родного человека вот заступится и как бы не знаю пойдет на любую жертву но мне кажется эм как бы так сказать эм как бы так сказать эмм ее заносит иногда немного как будто бы хоть она заигрывается я не знаю как это объяснить мне кажется в общем мое мнение я в принципе если расстаюсь с парнем я не преследую цель вот например я тебе там иди с миром даже если человек сделал неприятно все я пойду дальше у меня своя жизнь мне хватает как то я не знаю подумать о том то что у нас не клеится значит это не только ему не нужно значит мне тоже это не нужно я такой человек я не могу долго кстати люди которые меня смотрят давно вы должны были заметить я никогда долго не по людям не страдаю я долго не переживаю расставание я на самом деле могу очень легко отпускать людей я научилась этого с детства буквально с детства как только там я самый такой яркий случай когда там ушла из дома в 13 лет и наверное с этого момента я научилась прощаться с любыми людьми самыми разными кем бы они мне не приходились если я чувствую что они вот я не знаю их присутствие в моей жизни усугубляет мое положение моих дел моего самочувствия раз типа два три потом как бы я прощусь этим человеком сто процентов я водолею поэтому наверное пик моего такого страдания может быть может быть неделя может две я забываю и слава богу слава богу что я забываю так живется проще вопрос в другом ты уже потом начинаешь адаптироваться людям не открываться до конца казалось бы хотя нет это у меня был опыт недавно я открылась человеку до конца больше я об этом очень быстро пожалела почему почему сейчас у меня была неблагополучная семья но мама выплала у меня было сложнее дома ну это вы мне скажите с юлей белой не общаешься я думаю что как это сказать мы сможем другу написать любой момент я к ней нормально отношусь жрать пришла в прямой эфир далеко еще не звезда чтобы так себя вести думаю обытие я поссорилась с Настей мне кажется Настя расстроилась она не приедет светлый поход и приедет очень поздно ммм общаюсь сейчас с людьми? с бабушкой? общаюсь с одной второй общаемся все убираю 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 подчтение подчтение мне не нравится знаете что блин муха я сожгла волосы друзья общаешься ли с Безусом? и общалась но не помню это было мне кажется недели три назад я сейчас как напьюсь и как раз откровенничаюсь с ума сойти подождите я нигде крашу волосы в последнее время делала а до этого всегда делала своего стилиста Артурчика живу пока с Настей господи господи зацените эта чума ну что зацените тут есть грандио я реально во первых красная как рак сгорела в последнее время кстати сейчас очень редко оговорочка по фрейму у Настей характер пиздец как вы уживаетесь тут такой момент спорный потому что я тоже на самом деле характерная но я проявляю его в редких случаях первый раз за долгое время мы сегодня повздорили за месяц первый раз почему не пошел Новый год тебя же звали я была в обиде я была в обиде что это было я была лимит это давать не и Зачем поругались с Настей? Мы поругались. Да мы не разругались даже. Это так просто мелочь. Просто интонация не понравилась. Ему что-то слово за слово. Хотела завести животное, но знаю, что я мечтаю путешествовать. Из-за этого как бы unreal, unreal. Потому что, опять же, животное, как ребенок, такая ответственность, и это просто будет дорого. С Настей, мы не то, что поругались, мы же не дополнили другу, повысили минул голос. А я курю, да. В планах я бы хотела бы в Нью-Йорк. А напишите, пожалуйста, почему следите за мной? Что вам не так нравится? Мне не хватает комплиментов. Или наоборот, вы скажете? Мы смотрим за тобой, потому что ты антипремьер. Хочу, чтобы мне напоминали каждый день, как жить не стоит. Юля, привет. Красивая. Ты очень мудрая для своих лет. Аминь. А Настя должна была приехать в университет. Тебя... Нет, за меня не было. Сколько зарабатывала на Думе-2? Это тайна. Зарабатывает на Думе-2. Я не знаю, сколько зарабатывает на Думе-2. В Дуба сейчас живешь. Я живу в Москве, как мой огород. Я же показывала. Я в Москве снимаю квартиру. Почему с подписчиками не ухожу по моему эфиру? Не знаю. Мне как-то рассказать, что не стоит этого делать. Ты добрая, доверчивая, рассудительная. Скажите, а я вот одна такая доверчивая или все доверчивые люди на меня подписываются? И мы нашли друг друга. Доверчивый человек, вы знаете, на самом деле, это вообще далеко не положительное качество, я хочу сказать. Потому что я не знаю, где доверчивость может помочь. Вообще. Раз на раз не приходится. Я говорю, что вы можете довериться, обстать все. Я учусь на маркетолога. Спасибо большое. А вот сексуально зря себя выдавливаешь. Люди, которые так пишут, у меня вот как-то сказать вопрос. Какая сексуальность? Человек, девушка, мы все по-разному привлекательные. У нас какие-то черты характера больше пропадут, какие-то меньше. Где-то я игривая, где-то кокетливая, где-то я милая, застенчивая, скромная. Я ничего себе не выдавливаю. Я живу, как я живу. Улыбаюсь, если мне нравится, что-то меня умиляет, что-то меня делает счастливой. Или наоборот, плачу, и мне очень-очень-очень грустно, если меня что-то очень сильно расстраивает. Вот. Поэтому, друзья мои, пожалуйста, я ничего себе не выдавливаю. Конечно, я знаю, что я сексуальна. Мне не нужно никого это спрашивать, друзья мои. Конечно же, кто бы еще мог усомниться. Мне кажется, да, людям интересно. Знаете, зачем наблюдать? Типа, а как дальше будет моя жизнь складываться? Потому что люди знают, что я пришла там, типа, будучи школьницей, да, ребеночком. Как дальше поведет меня судьба, по каким закоулочкам. А сейчас уже настроение совсем другое. Как ты развиваешься. Честно, мне хочется, вот у меня есть такое желание внутри, чтобы мой блог, мой аккаунт, мои подписчики, типа, это реально как моя семья. Чтобы я могла с вами быть вот откровенно на тысячи миллионов процентов. Как будто бы мне не хватает близости. с вами, потому что я заметила, что с возрастом я начала закрываться, бояться что-то рассказывать, чем-то делиться. Страхи стали овладевать мною. Поэтому как будто бы я перестала быть той Катей маленькой. Это нормально, потому что я взрослею, но мне не хватает. Потому что в этом как будто бы и есть мой шарм, в том, что я очень открытый человек, который, в принципе, ничего не скрывает. Вот. Мне не хватает, короче. Мне бы хотелось, чтобы я могла бы выходить в эфирчики почаще, чтобы я могла снимать сториз и делиться вот так вот. Как на Доме-2. я проживала чувства какую-то, я не знаю, радость, боль. Мы сразу это обсуждали. Короче, я повешу дома камеры и буду ходить с GoPro вот тут, чтобы показывать вам все о своей жизни. всем привет. Я хочу поделиться с вами недавно, накануне, я решила, что хочу обработать общение с человеком, который был очень важным для меня. Это решение давалось мне очень непросто. и до сих пор меня это, наверное, беспокоит. Всем привет. Я как будто бы не сомневаюсь в том, что правильно я делаю или нет. Я редко сомневаюсь в этом. Как будто бы мое первое желание, оно самое истинное, самое настоящее. Оно бы не родилось бы на пустом месте. А все мысли, касаемо того, что какие-то сомнения, это от... Как это называется? От лукавого. Это от лукавого. Потому что сомнение это страх, а страх это слабость. Слабость это что? Это не про меня, конечно же. Могла бы я встречаться на расстоянии? Нет, конечно. Не могла бы. Я не понимаю, кто... Нет. Кстати. Если бы я была бы в браке, там не важно, у меня были бы долгие и длительные отношения, и муж бы отправился в командировку на какое-то время. Это в рамках разумного. Но если люди, когда мне рассказали, что мы там 4 года, из разных городов, и вот мы молимся друг на друга, я думаю, что такое таблет. Потому что для меня всё-таки язык любви это и близость, и прикосновения, и разговоры, и, я не знаю, уткнуться морды в плечика, и вот это вот всё я по-другому не понимаю. По-другому для меня это не существует. Я встречаюсь с каждым встречным, со всеми вами. Ну, потому что я с вами общаюсь каждый день почти, там, я не знаю, хожу, что-то рассказываю. Вы имеете представление, что происходит в моей жизни? Иначе, мне кажется, либо вы знаете, это какое-то начало пути формирования себя как личности, как девушки, пытаться понять, как люди выстраивают отношения, какая-то коммуникация. Может, это просто не обязательно любовное отношение, ну, общение между мужчиной и женщиной на расстоянии. Вы там познаёте друг друга, там, чем-то там. Как вы там ходили, так и познаёте, короче. Ну, поняли. Познаёте. Я сейчас сегодня в одну, в одного. Ребят, у вас есть шикарная возможность, пока я в расстроенных чувствах сижу дома, глушусь вином, застать меня расплохо. Я не понимаю, я не разговариваю украинским ловим. Надо вот так, 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 вот так, понятно? Аж вина захотелось. Понимаю. Понимаю. Ребят, у меня поднялось сострение. А мне интересно, вот у меня много друзей, и ребят, и кто находится в Москве, кто живёт в Москве смотрит. Я с вами.